Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники! Начинаем наше очередное занятие. Сегодня оно будет посвящено разбору задачи номер четыре. Она связана с элементами теории вероятностей. Эта задача вызывает определенные трудности, потому что сам объект, с которым мы работаем, несколько для вас непривычен. Вы с ним сталкиваетесь уже только в старшей школе. Действительно, это выглядит не в том русле, в котором вы привыкли работать на уроках математики. Мы будем работать со специфической функцией, которая сопоставляет событию, причем событию случайному, то есть тому событию, которое может произойти, а может и не произойти, число от нуля до единицы. Вот, собственно говоря, это число от нуля до единицы мы и называем вероятностью. Вообще, если говорить о сущности понятия вероятности, то нужно себе это представлять как связь между частью и целым. Вот ту долю, которую у вас занимает часть от целого, собственно говоря, представляет собой вероятность. Поэтому и получается число от нуля до единицы. Ноль, если мы как бы не присутствуем вообще в этом целом, и единицы, если совпадаем с этим целым. Это целое может, в зависимости от ситуации, представлять собой самые разные объекты. Вы можете иметь дело с каким-то конечным количеством результатов, которые вы получаете в процессе постановки какого-то эксперимента. Этих результатов у вас может быть бесконечно много. То есть все очень сильно зависит от конкретной задачи. Но вот эта суть отношения части и целого, доля, которую занимает часть в целом, это вот такое основное ядро вероятности. Если вы это уловите, то задачи эти все у вас пойдут достаточно легко. Конкретная модель, с которой мы работаем, с которой вы работаете, это чаще всего модель так называемой классической теории вероятности. Что она собой представляет? Это такая абстрактная схема, которая описывает большое количество экспериментов, связанных между собой некоторыми общими чертами. Вообще, если мы говорим об эксперименте, о случайном эксперименте, то нужно под этим подумать следующее, что происходит нечто, на что вы не в силах оказать влияние. То есть подбрасываете вы монетку. Ваше влияние на этот эксперимент закончилось в тот момент, когда вы ее подбросили. Вы играете совершенно честно, то есть не подглядываете, не пытаетесь каким-то образом бросить эту монетку так, чтобы она упала определенной стороной. Вы знаете, что она ровная, геометрически ровная. Вы знаете, что она сделана из однородного материала, ну и так далее и тому подобное. Вот все это подразумевается, когда речь идет о случайном эксперименте, вне зависимости от того, какое конкретно наполнение у этого эксперимента. Бросаете вы монетку или кубик, или стреляете по мишени, или что-то еще. События, которые происходят в рамках этого эксперимента, собственно говоря, и являются объектом нашего исследования. Нам нужно сопоставить этим событиям ту самую вероятность, о которой я говорила. Каким же образом это происходит? Прежде всего, давайте посмотрим, как у нас формируются эти события, что собой представляет событие в рамках определенного эксперимента. Начинаем мы здесь с того, что должны указать такую структурную единичку, как бы самую мельчайшую единичку, от которой пляшем в описании всевозможных событий в рамках данного эксперимента. Это так называемое элементарное событие. Что такое элементарное событие или вашего эксперимента, количество их может быть конечным, количество их может быть бесконечным, элементарные исходы могут быть равновозможными или с различной степенью возможности реализации. Все это зависит от эмпирики, от того, с какой конкретной ситуацией вы имеете дело, и не укладывается ни в какие определения, ни в какую аксиоматику, а определяется исключительно вашим здравым смыслом, о том, что вы знаете об этой ситуации. Но вот одно очень важное свойство есть всегда общее у всех элементарных событий, о какой бы модели речь ни шла, все они должны быть попарно несовместными. Несовместными мы назовем события, которые не могут реализоваться одновременно. То есть если вы бросаете игральную кость, то она может выпасть наверх одной из сторон, и две одновременно стороны у вас наверху быть не могут. Вот в таком случае такого рода результаты мы с вами можем назвать элементарными исходами. Еще одно очень важное свойство есть у элементарных исходов. Все вместе они составляют полный спектр того, что происходит в результатах данного эксперимента. То есть не возникает никаких дыр, не может быть ничего такого, что произошло в результате эксперимента, и не описывается одним из этих элементарных исходов. И вот если у вас этих элементарных исходов конечное число, если все они равновозможны, то в таком случае мы называем такую вероятностную схему классической вероятностной схемой. И говорим об определении классической вероятности. Как будет у нас определяться вероятность события в рамках классической вероятностной схемы? Вот здесь очень часто помогают иллюстрации, геометрические какие-то интерпретации, хотя геометрическая вероятность – это отдельный разговор. Поэтому давайте лучше будем здесь говорить о неких картинках, которым мы пытаемся иллюстрировать ситуацию. Итак, представьте себе все множество элементарных исходов. Пометим их какими-то точечками. Вот, допустим, их n штук. n элементарных исходов. И среди них выделим часть исходов, которые, как мы говорим, благоприятствуют определенному событию. То есть, если данный исход имеет место, то мы говорим о том, что имеет место и данное событие. Одному и тому же событию могут благоприятствовать различные элементарные исходы. Например, если вы бросаете игральную кость, то если вы в рамках этого эксперимента опишите следующее событие – выпала грань, которой количество точек равно числу кратному 3, то в таком случае вот этому событию у вас будут благоприятствовать два элементарных исхода. Мы знаем, что может выпасть 3 точки, 3 очка, и 6. В обоих случаях мы имеем делимость на 3. Соответственно, в данном случае событию благоприятствуют два элементарных исхода. И вот, соответственно, количество этих благоприятствующих исходов, M – количество исходов, благоприятствующих данному событию. вот здесь у нас это M. И в таком случае вероятность, вот давайте я помечу здесь буквы А, давайте красненьким, вот это наше событие А, вероятность события А будет определяться как отношение числа исходов благоприятствующих данному событию к общему числу исходов. Естественно, каждый отдельный исход имеет вероятность, равную единице на N. И сумма вероятности всех элементарных исходов дает нам единицу. Событие, которое происходит наверняка в условиях данного эксперимента, мы называем достоверным, и вероятность того, что это событие происходит, будет равна единице. Соответственно, событие, которое невозможно в рамках данного эксперимента, мы так и называем невозможным, и вероятность у него будет равна нулю. Так, ну что ж, давайте посмотрим теперь уже задачу конкретную. И начнем мы с задач, в которых вероятность определяется в классической схеме просто подсчетом числа элементарных исходов благоприятствующих данному событию. И вот здесь я хотела подчеркнуть следующее, что очень-очень важно правильно построить вероятностную схему, правильно подсчитать количество элементарных исходов. Это бывает не всегда просто. Вот я здесь хотела бы такой небольшой исторический экскурс совершить. Есть такая история в математике под названием «Ошибка Даламбера». С чем она была связана, ошибка Даламбера? Вот это замечательная иллюстрация того, как внимательно нужно относиться к построению пространства элементарных исходов. Был такой французский математик Даламбер, и, в частности, он занимался элементарной теорией вероятности, и однажды задался вопросом, какова вероятность того, что при бросании одной и той же монеты дважды друг за другом монета-образ выпадет одной и той же стороной. То есть, либо мы получим два орла, либо две решки. И рассуждение здесь было такое. Ну, какие у нас возможны результаты? Либо два орла, либо две решки, либо орел и решка. Три результата. Соответственно, каждому из них вероятность одна треть положена. Три элементарных исхода с вероятностью одна треть. В таком случае, событию, о котором шла речь, то есть монета дважды выпала одной и той же стороной, будет соответствовать два элементарных исхода, ну и вероятность две трети. Так вот, это оказалось неверным. Почему? Потому что те исходы, которые описал Даламбер, они не соответствуют классической вероятностной схеме. Они не равновозможны. А равновозможными будут другие исходы. Какие? А вот давайте посмотрим. Вот у вас выпадают, вы бросаете дважды монет. У вас монета один раз может выпасть решкой, второй раз орлом. И наоборот, первый раз орлом, второй раз решкой. И то, и другое, естественно, результат эксперимента. То есть получается, что равновозможных результатов здесь у нас четыре. Орел, орел, решка, решка, орел, решка и решка, орел. И вот в таком случае уже тому событию, о котором шла речь, то есть решка, решка, орел, орел, соответствуют два исхода из четырех равновозможных. Вот они. А это уже совсем другой результат. И вероятность этого события не две трети, а одна вторая. Вот за этим нужно очень внимательно следить, очень аккуратно строить вероятностную схему. И здесь нам с вами, конечно, будут очень нужны комбинаторные правила и формулы. Я напомню некоторые из них, то, что нам с вами пригодится. Это прежде всего правила суммы и произведения, комбинаторные правила и формулы. Первое. Правила суммы и произведения. Что они гласят? Правила суммы гласит, что если вы выбираете нечто из двух возможных вариантов, то количество этих всевозможных результатов будет у вас равно сумме того количества вариантов, которое вам дает одно множество, и того количества вариантов, которое вам дает другое множество. То есть вот у вас, скажем, есть одно множество с количеством элементов n, второе множество есть с количеством элементов n. Если вы выбираете один элемент из какого-то из этих двух множеств, то выбрать вы его можете вот таким количеством способов, m плюс n. И второе правило, правило произведения, гласит следующее, что если у вас опять-таки есть два множества, есть в нем объекты, которые вы в состоянии различить, то если вы выбираете пару объектов, то в таком случае, если вы первый из этих объектов выбираете из множества первого, а второй из множества второго, то пару вы можете выбрать количеством способов m на n. Вот эти правила нам с вами потребуются. Ну и в частности, с помощью этих правил, в том числе с помощью этих правил, был выведен ряд формул. Некоторые из них нам с вами потребуются, самые-таки основные, самые ходовые. Давайте о них вспомним. Количество перестановок из n элементов, перестановки. Если у вас речь идет о множестве из n элементов, то n различных элементов могут у вас быть переставлены между собой, то есть расставлены в строчку, где каждому элементу определено свое место, количеством способов n факториал. Размещение. Здесь речь пойдет о том, что из множества, в котором у вас имеется n элементов, выбираются k элементов и тоже расставляются упорядоченным образом в строчку. Значит, обозначается вот таким образом. А, и говорится, а из n по k. Выбираются k элементов, из множества в котором n элементов. И количество способов, в котором можно их расставить в строчку, выглядит вот так. n факториал, деленное на n минус k факториал. Ну и последняя формула важная – сочетание. Здесь также, как и в предыдущем случае, выбираются k элементов из множества, в котором этих элементов n штук, но при этом они не упорядочиваются, а просто сваливаются в кучу. Ну и в таком случае, если мы посмотрим с вами на две предыдущие формулы, то, конечно, абсолютно понятно, каким образом из них мы сейчас получим с вами, легко получим формулу для c. Одна кучка из какого-то набора элементов может вам дать, если их k штук, да, дает вам k факториал строчек. Значит, соответственно, каждая кучка из c, из сочетания, размножается в размещении в количестве k факториал. Ну, вот, значит, если мы возьмем с вами количество размещений, n факториал, деленное на n минус k факториал, и разделим на k факториал, то как раз в точности и получим количество сочетаний. n факториал разделить на n минус k факториал и на k факториал. Ну и вы видите, что c из n по k равняется c из n по n минус k. Ну и с чисто формальной точки зрения, если просто посмотреть на эту формулу, и с точки зрения содержательной, если у вас из множества, в котором n объектов находится, выберите вы k штук, то это то же самое, что вы выбрали n минус k оставшихся элементов. Кто из них был выбран, а кто остался, как вы понимаете, это вопрос условный. Можем считать, что мы выбрали те, кто остался. Поэтому это будет точно такой же, естественно, результат с тем же количеством вариантов. Так, ну и вот давайте мы теперь с вами порешаем задачу. Начнем с самых простых. Задача под номером один. В случайном эксперименте, что такое случайный эксперимент, мы с вами говорили, симметричную монету бросают трижды. Найти вероятность того, что орел выпадет ровно два раза. Ну давайте посмотрим, какое у нас здесь с вами получается количество элементарных исходов. Когда мы бросаем симметричную ровную монету трижды, это все равно, что мы взяли с вами три одинаковые монетки, пронумеровали их, скажем, один, два, три, подбросили и посмотрели, что получилось. Каким количеством способов может у нас с вами упасть первая монетка? Ну двумя, естественно, орел, решка. То же самое со второй монетой и то же самое с третьей. Значит, получается следующее, что два результата для первой монеты умножаются на два результата для второй монеты и опять-таки на два результата для монеты третьей. Так вы получаете два в кубе или восемь. Вот это общее число элементарных исходов. На него мы будем делить с вами то количество благоприятных исходов, которые мы найдем сейчас согласно описанию события. Событие наше заключается в том, что орел выпадает ровно два раза. Раз мы бросаем три монеты и орел выпал два раза, значит, решка выпала один раз. У нас три места для этой самой решки. Она может занять любое из них. Значит, в таком случае получаются здесь результаты следующие. Решка, орел, орел. Орел, решка, орел. И орел, орел, решка. Как вы видите, здесь у нас три благоприятных исхода. То есть количество m будет равно 3. Ну и в таком случае вероятность нашего события равна отношению 3 к 8. Так и получается, если говорить о десятичной дроби, сколько у нас тут получается? Ноль целых триста семьдесят пять сотых. Вот это точный ответ. Естественно, на ЕГЭ вы округлите до тех долей, которые потребуются. Но у нас здесь будет несколько задач, где мы будем говорить об округлении до определенных долей после запятой. Так, следующая задача очень похожая. Задача 2. В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найти вероятность того, что выпадут хотя бы две решки. Если бы у нас было ровно две решки, то мы бы сразу с вами могли дать ответ. Он был бы такой же, как и в предыдущей задаче. Потому что если речь идет об эксперименте, в котором вы подбрасываете монету ровную, и, соответственно, выпадение орла и решки у вас происходит равновозможным образом, то в таком случае одинаковое количество выпавших орлов или одинаковое количество выпавших решек, естественно, должно происходить с одной и той же вероятностью. Из соображений симметрии и здравого смысла. Но здесь у нас с вами не две решки, а хотя бы две решки. Поэтому к тем трем элементарным исходам, аналогичным исходам с орлами, то есть вот такие решка, решка, орел, решка, орел, решка и орел, решка, решка, нужно добавить еще один, а именно тот, в котором три решки. Вот так. И вот этих исходов уже становится четыре. И, соответственно, в таком случае вероятность этого события будет уже равна четырем восьмым или одной второй. Ноль целых пять десят. Все. Вот на этом решение задачи тоже закончено. Ну, давайте посмотрим теперь чуть более сложную модель, когда у нас элементарных исходов становится больше. Бросаем мы две правильные гральные кости. Правильность здесь подразумевает, что геометрически правильный кубик у вас со всеми ровными гранями, все углы на месте, как положено, какими им быть, и изготовлены из однородного материала. То есть ничего у вас не перекашивается, и никакая грань, допустим, не имеет преимуществ при выпадении. Найти вероятность того, что в сумме выпадет восемь очков. Результаты округлить до суда. Ну, давайте начнем сперва с определения количества возможных элементарных исходов. Ситуация здесь аналогичная предыдущей, в том смысле, что если вы бросаете две одинаковые кости, и то количество исходов, которые вы получаете для пары, будет равно квадрату количества исходов, которые вы получили бы для каждой кости по отдельности. Значит, для игральной кости мы получаем с вами шесть элементарных исходов. У каждого вероятность одна шестая. Все исходы равны возможным в силу симметрии кости кубика. Значит, в таком случае количество элементарных исходов будет здесь шесть в квадрате, то есть тридцать шесть. Вероятность каждого исхода равна одной тридцать шестой. А вот теперь давайте посмотрим, какие исходы благоприятствуют требуемому событию. Восемь очков мы можем с вами получить как сумму. Ну, мы здесь с вами несколько ограничены в слагаемых, потому что мы не можем получить больше шести в качестве слагаемого, и меньше единицы. Значит, мы получаем здесь варианты следующие. 2 плюс 6, 3 плюс 5 и 4 плюс 4. Но вот здесь так же, как в случае с ошибкой Деламбера, нужно учитывать следующий момент, что 2 плюс 6 – это сумма без учета у кого что. На первой костяшке выпала двойка или на второй. А когда речь идет об эксперименте, о результате эксперимента, это имеет значение у вас различимые ваши кубики. В таком случае мы получаем с вами здесь следующее, что если на первом кубике выпала двойка, а на втором шестерка – это одно. А вот если наоборот, то это другое. Вот два элементарных исхода, которые у вас попадают в число этих 36. Вот здесь единичкой двойкой подразумеваются номера кубиков под единичкой двойки. То же самое для 3 и 5. Результат 3, 5 и результат 5, 3 – это разные исходы. Ну а вот что касается третьего варианта, то 4 и 4, естественно, не дает нам здесь двух различных элементарных исходов. В итоге мы получаем с вами 5 исходов. И в таком случае вероятность события будет равняться 5,36. Так, ну и получается здесь вот так. 0,138 и так далее. Раз требуется округлить до сотых, то нам этого достаточно. Ответ будет 0,14. Вот такой здесь ответ. 0,14. Все, на этом задача решена. Давайте дальше двигаться. Вот мы сейчас с вами поработаем с комбинаторными формулами. посмотрим на более сложную ситуацию, где количество элементарных исходов у вас не так, скажем так, элементарно выражается через количество, скажем так, сторон монетки или количество грани кубика. Получается ситуация несколько сложнее. Вот тут как раз нам с вами потребуются те самые комбинаторные формулы, о которых я говорила раньше. Итак, давайте посмотрим на задачу. В ящике стола лежали две черные ручки, три синие и две красные. Саша, не глядя, переложил три ручки в другой ящик. Какова вероятность того, что черные ручки теперь лежат в разных ящиках? Вот здесь я бы хотела еще подчеркнуть на этой задаче, что очень важно различать принципиальные моменты, действительно влияющие на вашу вероятностную схему, на вычисление вероятности тех или иных событий, и вещи непринципиальные, которые нужно отбрасывать и не загромождать ими модель. Во-первых, это просто конкретное описание объектов. На этом не нужно зацикливаться. Речь шла бы здесь о ручках или об игральных картах каких-то разного достоинства или о яблоках, грушах и сливах. Это абсолютно непринципиально. Важно то, что вы имеете какие-то объекты, которые можете между собой различать по определенному признаку. Так вот, в данном случае, обратите внимание, на первый взгляд нам кажется, что здесь у нас три группы объектов. Но на самом деле их две, а именно черные ручки и не черные ручки. Потому что вопрос, о котором у нас идет речь в задаче, касается только черных ручек. Нам важно, что произойдет с черными ручками. А вот кто там будет с синими и красными, как они будут перемещаться и будут ли вообще перемещаться, ну да, придется в любом случае какой-то одной переместиться, раз черных ручек две, мы приложили три. Но вот неважно, кто из них будет перемещен и куда, это непринципиально. Нас интересуют только черные ручки. Поэтому мы с вами будем говорить здесь о двух черных ручках и о пяти не черных. И все. Так вот, давайте посмотрим, какое общее количество исходов у нашего эксперимента здесь может быть. Что нам также является еще важным, что для нас является важным в этом эксперименте. Мы с вами не раскладываем эти ручки в каком-то определенном порядке, а мы их просто перекладываем кучей. Значит, речь пойдет о сочетании. Из семи объектов, всего ручек у нас семь штук, мы выбираем наугад три штуки. Значит, общее количество элементарных исходов, число n, будет у нас равно числу сочетаний из семи по три. Мы берем три ручки, значит, количество элементарных исходов будет вот такое, c из семи по три. То есть семь факториал, деленное на три факториал и на четыре факториал. И каким будет у нас количество исходов, благоприятствующих требуемому событию? Что означает, что черные ручки лежат в разных ящиках? Черных ручек у нас всего две. Значит, для того, чтобы они лежали в разных ящиках, требуется следующее. Чтобы среди тех трех, что переложили в другой ящик, была ровно одна черная ручка, не больше и не меньше. Меньше это значит, что обе остались в первом ящике, больше это означает, что обе перевестили во второй. Значит, нужно выбрать ровно одну черную ручку. И вот в комплект к этой одной черной ручке добираются две другие не черные. Вот здесь мы с вами пользуемся правилом произведения. У вас есть две разные кучки объектов. Так, черные ручки и не черные ручки. Вы выбираете из одной кучки одну ручку, а из другой кучки выбираете пару ручек. И вот здесь у вас будут перемножаться между собой количество способов, которым вы выбираете из одного множества один элемент, а из другого множества пару. И вот опять же, какую пару мы с вами выбираем из второго множества. Нам там не важно, синие, красные ли ручки, в каком они идут порядке. Нам важно только, что вы берете оттуда две ручки. Значит, из не черных ручек количество способов, которым вы можете выбрать эти две ручки, равняется С из пяти по два. Ну, в сущности, одна ручка, которую мы выбираем из числа черных, это тоже С. С из двух по единице. Можно это вполне трактовать таким образом. С из двух по единице, то есть два варианта выбора черной ручки, мы умножаем на С из пяти по два. На количество вариантов, в котором мы можем выбрать две из пяти не черных ручек. И в таком случае вероятность события будет у нас равна отношению. Вот я сейчас запишу все это через С, вот, а потом мы посчитаем. Итак, 2 на 5 факториал, на 3 факториал и на 2 факториал, С из 7 по 3, то есть 7 факториал, и в числитель отправляется 3 факториал и 4 факториал. Так, ну вот 2 и 2 факториал уничтожают друг друга, 3 факториал и 3 факториал тоже. От 7 факториал, после того, как мы сократили его с 5 факториал, останется 6 и 7. А 4 факториал – это 24. В таком случае у нас останется с вами 4 седьмых. Или если посчитать, перевести это в десятичную дробь, то получится приблизительно 0,57. То есть, если бы здесь у нас вопрос звучал так же, как в предыдущей задаче, округлить результат до сотых, то в ответ у нас бы пошло число 0,57. Вот такая задача. На этом ее решение закончено. Следующий номер. На полке помещается 11 книг. Школьник расставляет книги на полке случайным образом. И какова вероятность того, что два тома стихов Пушкина окажутся рядом? Опять же, ответ округлить до сотых. Давайте посмотрим, какое у нас здесь будет количество элементарных исходов. Мы переставляем 11 книг. Все они различимы. Количество вариантов, которым мы можем их переставить, будет равняться 11 факториал. Об этой комбинаторной формуле мы с вами говорили. Если не оговорено противоположное, то считается, что все эти результаты равны возможно. А, собственно говоря, на этом нам и указывают условия задачи случайным образом. То есть речь идет о случайном эксперименте. Значит, количество элементарных исходов будет здесь равно количеству перестановок этих книг или, соответственно, 11 факториал. Вот это число 11 факториал будет у нас в знаменателе. Давайте теперь смотреть по исходам благоприятствующим данному событию. Если мы ставим рядом два тома стихов Пушкина, то можем считать, что они у нас таким единым блоком перемещаются вдоль нашей полки. Условно, сейчас считаем, что у нас первый том стоит на первом месте, второй стоит на втором месте. Когда они переставлены друг с другом местами, когда сперва идет второй, а потом первый, это будет второй вариант. Так вот, если у нас ставится первый том, в такой ситуации, когда оба тома Пушкина у вас рядом друг с другом расположены, то для первого тома мы можем выбрать любое из десяти мест на полке, за исключением последнего. То есть вот ваша полка, вот идут места с первого по одиннадцатое. И вот в той ситуации, о которой мы говорим, то есть когда два тома Пушкина оказались вместе, для первого из этих двух томов пригодны первые десять мест. Вот установив этот том на любой из этих десяти мест, вы, естественно, место для второго тут же жестко определяете. То есть получается у вас здесь десять вариантов для установки первого тома, после чего у вас на полке остается девять свободных мест. И вот на этих девяти свободных местах вы уже размещаете оставшиеся девять книг абсолютно произвольным образом. И, естественно, как и всегда, количество перестановок будет у вас здесь равняться девять факториа. Ну и вот напоминаю теперь о том, что мы с вами зафиксировали в паре томов Пушкина расположение по порядку. Первый том, второй том. Но у нас в условии задачи не сказано, что они должны идти по порядку. Они могут быть и переставлены между собой. Естественно, ситуация, когда у вас сперва идет второй том, а потом первый, ничем принципиально от данной не отличается. И мы получим здесь с вами ровно столько же, такое же количество результатов, как и в первом случае. Поэтому вот это число мы с вами теперь домножим на двойку. Вот это количество благоприятных исходов. Тогда вероятность события будет у нас равна отношению. Вот здесь у нас получается 10 факториал, знаменателе 11 факториал. Итого получается 2 одиннадцатых. И равняется это 0,18 в периоде. Или, если нас просят округлить до сотых, 0,18. Вот это и есть ответ. 0,18. Все, на этом задача решена. Следующая задача. Ребенок играет с пятью буквами разрезной азбуки. У него три буквы И в его распоряжении и две буквы Л. Считается, что если здесь не оговорена какая-то ситуация, в которой ребенок произвольным образом раскладывает между собой эти буквы, то считается, что процесс случайный. Вот он как-то перекладывает, не понимая, что происходит. Какова вероятность того, что он сложит из них слово лилии? Вот давайте посмотрим, какая схема будет здесь. Вот здесь мы с вами попадаем в ситуацию, когда развлечение букв в смысле той роли, которую они играют в слове, и развлечение карточек, на которых написаны эти буквы, это разные вещи. Для ребенка, который переставляет между собой две карточки с буквой И, допустим, на одной Иволга изображена, а на другой Ириска, это разные вещи для него, разные картинки. Поэтому он получает различные результаты. В смысле слова, в котором у вас эти две буквы И стоят на каких-то местах, естественно, ничего не изменится. Поэтому мы должны с вами понимать, что перестановка между собой не каждой пары карточек влечет изменение слова, о котором идет речь. И вот с учетом этого нужно описать пространство элементарных исходов и пространство исходов, благоприятствующих данному событию. Давайте посмотрим, каково будет общее количество элементарных исходов. Как я уже говорила, для ребенка каждая карточка – это отдельный объект, и, соответственно, он их переставляет между собой количеством способов, равным 5 факториал. Итак, n будет равняться 5 факториал. А теперь давайте смотреть, что будет с количеством исходов, благоприятствующих требуемым событиям. Вот если бы у нас, допустим, карточки были пронумерованы, вот, допустим, были бы И1, И2, И3, ИЛ1, ИЛ2, то вот если бы мы поставили перед собой задачу составить слово «лилия» так, чтобы все индексы букв шли в порядке возрастания, у нас бы получился ровно один результат. Вот так вот, да, И1, И1, И2, И2, И3. Вот ровно один результат был бы. Но, как вы понимаете, для смысла слова расположение И1, И2 на втором или на четвертом месте, или наоборот, на четвертом и втором, не имеет никакого значения абсолютно. Значит, мы можем свободно переставлять между собой буквы «Л» и буквы «И». Две буквы «Л» мы можем переставить количеством способов 2 факториал и буквы «И» количеством способов 3 факториал. Вот это и есть количество исходов, благоприятствующих требуемому событию. И тогда вероятность этого события будет равна отношению 2 факториал на 3 факториал, 5 факториал, или 2, деленное на 4, 5, или 1 десятая. Вот это ответ 1 десятая. Все, на этом задача решена. И еще одна задачка, в которой очень важно правильно выстроить пространство элементарных исходов. А еще, что более важно, посмотреть здесь на условия и понять, что речь идет о двух различных экспериментах. И вероятность будет вычисляться в каждом случае в рамках своей схемы, чтобы избежать здесь поспешных суждений. Потому что первое, что здесь приходит в голову, первый ответ, который здесь приходит, он оказывается неверным. Итак, давайте посмотрим, что же за условия. Что вероятнее, выиграть у равносильного противника 3 игры из 4 или 5 из 8? Ничьих не бывает. Что означает равносильность противника? Это означает, что когда вы играете в игру, то вероятность выиграть у вас такая же, как вероятность проиграть. То есть одна вторая. Ну и тогда вот если вы играете серию из 4 игр, то естественно наиболее вероятным здесь видится событие такое. 2 игры выиграны, 2 проиграны. А в случае с 8 играми, соответственно, 4 выиграны, 4 проиграны. Ну и вот 3 игры, как доля в этих 4 играх, она отстоит от серединочки, от двойки, дальше, чем пятерка от 4. Не в смысле абсолютном. Единица у нас с вами отличает 3 от 2 и 5 от 4. А именно в смысле той доли, которая нас от этой наиболее вероятной середины отделяет. Единица, когда речь идет о серии из 4 игр, это 1 четверть. А единица, когда речь идет о серии из 8 игр, это 1 восьмая от всего нашего эксперимента. Тогда кажется нам, что вероятнее выиграть 5 игр из 8. Но здесь очень важный момент нельзя упустить. Что когда у вас речь идет о выигрыше 3 игр или 5 игр, то вы не указываете конкретного места, на котором у вас происходят выигрыши и проигрыши в этой серии. И в одном случае, и в другом случае. То есть расположение этих выигрышей и проигрышей в серии из 4 и из 8 игр может быть абсолютно произвольно. То есть мы получаем здесь большое количество различных вариантов. И вот сколько уже их получится, этих вариантов в одном и в другом случае, вот так вот на скидку не скажешь. А поэтому давайте построим аккуратные схемы. Итак, берем первую ситуацию. Играются 4 игры. Каждый из них заканчивается либо выигрышем, кого-то из этих игроков зафиксируем, там первого, да. И будем описывать ситуацию согласно тому, выиграл он или проиграл. То есть можем, например, взять такую вот карточку с 4 ячейками. Так вот такой будет протокол у нас о проведенной серии игр. Если первый игрок выигрывает игру, мы ставим ему единичку. Если проигрывает, ставим 0. Ну вот вы получаете такое здесь двоичное число длины 4. И количество этих чисел и есть, собственно говоря, количество элементарных исходов в первом эксперименте. Значит, n1 будет у нас равняться 2 в четвертой степени или шестнадцатой. И если речь идет о трех выигранных играх и об одной проигранной, то вот только один из... Здесь вот я нарисовала ситуацию, да, изобразила вот эту строчку только для одного случая, когда у вас три игры выиграны, а одна проиграна. Потому что, естественно, у вас проигрыш мог быть в первой игре, естественно, у вас проигрыш мог быть в третьей игре, и, естественно, он мог быть и в последней игре. То есть вот этот 0 мог у вас размещаться на любом из четырех мест. Вот в таком случае количество благоприятных исходов будет здесь равно 4. Как было получено это число 4? Оно было получено как результат выбора места для того, чтобы поместить туда проигрыш. То есть c из четырех по одному. c из четырех по одному. Вот здесь я выписала комбинаторную формулу. Она очень нам важна, потому что нам важно происхождение этой четверки. Вот из чего она народилась. У нас с вами впереди вторая схема, и там придется делать то же самое. А во второй схеме у нас было 8 игр. 8 игр. Ну, я, с вашего позволения, не буду здесь уже рисовать эту строчку длины 8, потому что закономерности нам понятны. Здесь только цифры поменялись. Так, количество элементарных исходов будет у нас здесь равняться 2 восьмой. Так, вот. Ну, или, соответственно, сколько это получится? 2 в четвертом и 2 в четвертом и 256. Ну, это даже не принципиально. Можно было 2 восьмой оставить. Количество исходов в благоприятствующих 5 выигрышам и 3 проигрышам будет равняться C из 8 по 5, или, что то же самое, C из 8 по 3. Так, мы на восьми местах пытаемся с вами расположить 5 выигрышей или 3 проигрыша, что по количеству вариантов одно и то же. Равняется C из 8 по 5 и C из 8 по 3. Или 8 факториал, деленное на 5 факториал и на 3 факториал. Ну, а теперь давайте сравнивать вероятности. Итак, вероятность первая, то есть вероятность выиграть 3 игры из 4 будет у нас равна 4 в шестнадцатом, одной четверти. А вот во втором случае мы с вами получим вот такое отношение. 8 факториал на 5 факториал на 3 факториал и еще на 2 в восьмой. Так, вот теперь давайте посмотрим, что у нас тут получится. Ну, собственно, 8 это 2 в кубе, так, значит, 7 факториал, деленное на 5 факториал, на 3 факториал и на 2 в пятой. Вот подсократим еще 7 факториал и 5 факториал. В числителе останутся 6 и 7, да. В знаменателе 3 факториал, 2 в пятой. 3 факториал это и есть 6, итого остается у нас 7 на 2 в пятой или 7 тридцать вторых. Ну, а вот та вероятность, о которой шла речь в первом случае, это у нас, соответственно, 8 тридцать вторых. Ну, и как вы понимаете, 8 тридцать вторых больше, чем 7 тридцать вторых. Значит, в таком случае вероятность P1 больше, чем вероятность P2. Вот, и ответ здесь получился совсем не тот, который на первый взгляд нам казался очевидным. Вот, поэтому, пожалуйста, относитесь очень внимательно к построению пространства элементарных исходов. Это важно. И особенно важно разобраться бывает в следующем. Вот события, о которых идет речь, они у вас существуют в одном и том же мире или в мирах разных. То есть возникают в одном эксперименте или же в экспериментах разных. Потому что, естественно, в этом случае у вас и вероятности совершенно по различным закономерностям могут формироваться. Так, ну, давайте еще одну задачку такого рода решим. Она такая достаточно мудреная. До числового ответа не будем ее доводить. Важно, чтобы здесь мы все закономерности с вами уловили и поняли, как подсчитывается количество, общее количество элементарных исходов и исходов благоприятствующих данному событию. Итак, из колоды в 36 карт на удачу берется 6 карт. Какова вероятность, что попадутся все 4 масти? То есть вот в этих 6 картах окажутся карты всех 4 масти. Давайте начнем с количества элементарных исходов. Здесь все просто. 6 карт выбираем из 36 без учета порядка. Нам нигде не говорится здесь о том, что важен порядок. Значит, это С из 36 по 6. Вот это количество элементарных исходов. Теперь давайте считать количество исходов, благоприятствующих данному событию. Предполагаем, что у нас есть 6 карт, среди которых обязательно есть 4 карты всех различных мастей. В таком случае давайте мы эти 4 карты выложим первыми. Вот я сейчас их упорядочиваю временно, для того, чтобы проанализировать, что будет происходить в этой шестерке. Потом мы должны будем с вами вспомнить о том, что нас, вообще-то говоря, интересуют неупорядоченные 6 штук. Но вот как временная мера это допустимо. Итак, первая карта у нас будет масти пик. Вторая трефы, третья бубна и последняя черва. Вот все 4 масти есть. И есть еще 2 карты. Мы их тут отдельно поместим за вертикальной чертой. Которые нам неизвестны, какие они. Но очевидность совершенно, что они из этих же 4 мастей. Других у нас нет. Вот давайте я здесь поставлю, допустим, звездочку, галочку. Вот это непонятные нам масти. И вот теперь, если мы посмотрим на всю шестерку, то что мы можем сказать в зависимости от того, какие будут эти две последние карты. Две последние карты могут оказаться одной масти, а могут оказаться из разных мастей. И вот это будет два различных случая. Количество вариантов в одном случае и в другом случае мы с вами сложим. Мы здесь воспользуемся правилом суммы. Что, так сказать, варианты, попадающие у нас в описание соответствующих, грубо говоря, одному множеству, одно множество вариантов с одними характерными чертами. И множество вариантов других с другими характерными чертами будут складываться. Ну вот давайте мы разделим ситуацию на две. Первая. Две последние карты из одной масти. Одна масть. И второй вариант. Когда эти две карты из двух мастей. Две масти. Что же тогда мы с вами получим в первом случае? Если две последние карты из одной масти, то это означает, что вот во всей шестерке, во всех шести картах, у нас с вами ситуация сложилась следующая. Есть какая-то одна супер масть, из которой выбрано три карты. Вот она дает нам три карты. А все остальные масти дают по одной карте. Вот так описывается у нас с вами этот случай. И сколько же здесь мы можем получить вариантов таких шестерок? Давайте посмотрим, что здесь меняется и в каком количестве. Во-первых, может быть различной сама вот эта супермасть. Это может быть любая из этих четырех мастей. Так вот. Любую масть мы можем выбрать. Вот эта четверка, опять же, она имеет происхождение С из четырех по одному. Из четырех мастей мы выбрали одну. Дальше. В рамках вот этой супермасти выбираются три карты абсолютно произвольным образом. Значит, сколько их там карт получается? 36 разделить на 4, 9. В одной масти 9 карт. Значит, три карты из 9 мы можем выбрать вот таким количеством способов. С из 9 по 3. И затем из оставшихся трех мастей мы выбираем по одной карте 9 вариантов у вас в каждом случае. Опять же, вот эта девятка имеет вот такое происхождение С из 9 по одному. И все это в кубе. Вот такое количество способов выбрать шесть карт, в которых будет три карты одной масти, а все оставшиеся три карты из трех других мастей. И вот теперь абсолютно аналогичным образом мы с вами проанализируем ситуацию вторую. Только здесь мы получим количественное различие. В каком смысле? Супер масти у нас будет две. И, соответственно, выбирая эти две супер масти из четырех, мы с вами получим С из четырех по два. Вот это количество способов выбрать две супер масти из четырех. Дальше. В рамках каждой из этих мастей мы выбираем по две карты. Значит, это будет происходить с количеством способов С из девяти по два для каждой масти. А для оставшихся двух мастей все по-прежнему. Так же, как и в предыдущем случае. По одной карте из девяти. Значит, общее количество вариантов здесь будет таким. С из четырех по два. Вот это количество способов, которым мы выбрали две особые масти. Дальше. С из девяти по два в квадрате, потому что из каждой масти мы выбираем по две карты. И затем оставшиеся две масти дают нам вот такое количество вариантов по одной карте. Ну, и вот теперь, когда мы все это сложим вместе, вот так вот, да, вот это и будет число элементарных исходов, благоприятствующих данному событию. Ну, давайте я здесь запишу это. Вероятность будет у нас такой. Четыре С из девяти по три на С из девяти по одному в кубе плюс С из четырех по два на С из девяти по два в квадрате и на С из девяти по одному в квадрате. Мы не будем здесь доводить до числа, нам важно было понять принцип. И в знаменателе общее число элементарных исходов, то есть С из тридцати шести по шесть. Все. Продолжение следует...